Здравствуйте! Сегодня я вам покажу смесь удобрений. Удобрений будет всего две штучки. И эти удобрения направлены на то, чтобы ваши цветы проснулись после зимней спячки и начали активно развиваться. Листики при этом не желтели и сами растения становились здоровыми, красивыми и зацвели, если еще не цветут. Итак, смотрите, такая красота у меня сейчас растет. Практически все мои цветы сейчас цветут. Это Адениум, Блэк Драгон, Черный Дракон. Это у нас Ред Пандора, Геранечка, Пеларгония. Вот так вот она шикарна. Вообще Пеларгонии в это время года очень шикарно цветут. Это у нас мандаринки, куст с мандаринками. Смотрите, несмотря на то, что в нем созрели плоды, он начал опять цвести. Сейчас я вам покажу. И появились еще одни плодики. Вот такая вот красота. То есть он непрерывно цветет, плодоносит. У меня вот куча этих лимонов, и они постоянно гонят вот эти цветоносые плоды. Скоро у меня будет море, просто море этих лимонов. Итак, давайте начнем. Удобрение достаточно простое, натуральное, классическое и эффективное. Обязательно попробуйте, я уверена, у вас все получится. Итак, вам понадобится лавровый лист. Если листики большие, то всего два. Если среднего размера, то три. Если маленькие, то четыре. Можно смять для пущей верности. Как говорится, кто-то говорит, перемалывает их, чтобы они больше отдавали питательных веществ. На самом деле в лавровом листе очень много витаминов, макро-микроэлементов и таких элементов, которые помогают здоровью ваших растений. То есть, чтобы листики как раз не желтели, а всякая гадость на цветы не прилипала. В общем, были здоровыми, крепкими и отпугивают вредителей. Они просто убегают. Итак, я залила лавровый лист 200 мл кипятка и дала постоять минут 40. Теперь вода, кстати, осталась еще теплая. И теперь добавляем мед. Мед абсолютно может любой быть. У меня вот такой я просто люблю. Мед акации вы можете взять цветочный, гречишный, какой у вас там есть. Даже засахаренный он тоже годится. Одна чайная ложечка всего добавляем. Вот тут у нас водичка на 200 мл. Она теплая. Мед в теплой воде достаточно быстро растворяется. Имейте это в виду. Итак, баночку мы закроем и приступим к следующему зелью. Обязательно хорошо перемешайте, потому что мед растворяется не сразу, даже в теплой воде. Ему надо помочь. Вот такая красота. Вообще, сочетание лаврового листа с медом дает потрясающий эффект, потому что мед содержит много аминокислот, много витаминов, сахарозов, фруктозы. И она помогает именно для роста ваших растений, стимулирует активный рост. Процедите наше удобрение, чтобы у нас лавровый лист потом не попал в грунт, не начал гнить, плесенью не покрылась. Вот. Тут я напомню еще и 200 мл воды. И добавляем молоко. Тут у меня цельное, написано из-под коровы. Не знаю, верить, не верить. Но, в общем, жирность выбирайте, чтобы было главное не 0%. Я взяла 3,6. Обычное молоко любой марки, которое у вас есть, которое вы любите, которое пьете, можно прямо из-под коровы. Всего 1 столовая ложка на 1 литр воды. Итак, сейчас мы эту смесь будем доводить до 1 литра. То есть это все рассчитано на 1 литр. Я наливаю отстойной воды в 1 литр. Вот такое удобрение у нас очень... Кстати, это удобрение очень уникальное, очень полезное и рабочее, потому что я его уже показывала. Оно эффективное, проверено на цветах, очень работает. Я его тестировала в прошлом году на рассаде. И она выросла просто шикарная и ничем не болела. И сегодня я вам показываю, как полить этим цветы. Поливать можно абсолютно любые цветочки. То есть, смотрите, я беру орхидея. Это сортовая орхидея. Crystal Water. Вот она содержится, еще растет в мехе. Уже горшок скоро треснет. Но она вот сидит, достаточно хорошо развивается. Цветет она. Если кто помнит, она цветет с ноября, чем мы ее уже только не поливали. Она только благоухает и шикарно растет. Смотрите, какие блестящие, шикарные зеленые листики. И она при этом держит цветоносы. Кто-то говорит, что орхидеи во время цветения поливать нельзя. Это миф. Во время цветения растение тратит всю свою энергию именно на цветы. И если цветы не получат нужное удобрение, оно начнет вытягивать их из листьев. Вот почему во время цветения чаще всего листва у вас начинает желтеть. Именно цветы вытягивают все полезные макро-микроэлементы, если их нет в почве. Вот смотрите, адениум тоже можно поливать органикой. Это помогает зацвести красиво. Как я уже говорила, это Black Dragon. Вот такой вот шикарный адениум. Я их еще не черенковала, но жду весны. То есть у меня опыта черенкования адениумов нет, поэтому я хочу дождаться сезона, когда это более благоприятно будет для них. Хотя у меня есть все условия. Но даже адениум вы можете поливать вот. Вот эта вот чеплашечка у меня на 150 мл. То есть вполне на горшок хватит. Ну и давайте начнем второе делать удобрение. Оно тоже универсальное, очень популярное, очень полезное и очень эффективное. Для этого нам понадобится зола. Зола абсолютно любая. Даже если у вас привезена сдача, используйте ее. Я взяла золу подсолнечника. Смотрите, в ней содержится калия 33%, кальция 15% и магния 15%. Как правило, эти элементы все нерастворимые в воде. Вот такое уникальное удобрение. На самом деле эти элементы растворяются в воде, если добавить какие-нибудь кислоты. Например, уксус, молочную кислоту, янтарную кислоту, лимонную кислоту. Но мы добавляем уксус, потому что именно если добавить в золу уксус, получается, смотрите, был карбонат кальция, а становится ацетат кальция. Карбонат кальция не растворяется в воде, а ацетат кальция растворяется 100% на воде. Вот такая вот реакция, видите, зашипела. Сейчас я вам немного химии покажу, да? Очень простой эксперимент, попробуйте дома. Я взяла уксус яблочный 6%, один к одному разбавляет. 1 столовая ложка золы, 1 столовая ложка уксуса. Имейте в виду, 6% будет вполне достаточно. Можно взять яблочный уксус, он очень полезный, питательный и помогает для цветочков. При смешивании золы с уксусом среда становится нейтральной, потому что зола это щелочь, уксус это кислота, и вместе смешиваются, получается нейтральная среда. Не бойтесь, что там что-то закислите или защелачите, все будет нормально. Доводим воду до 1 литра. Обязательно. Смотрите, Ваня пришел, помогает. Ему запах не понравился. Хотя, хотя, хотя уже, наверное, лучше стало пахнуть. Он вообще любитель. Я уже говорила, что мои куны любители поиграть с водой. И вот когда видят, что что-то плескается, это надо прийти и обязательно понюхать, лапку туда засунуть. Это у них любимое занятие. Итак, все хорошо перемешайте. Сейчас мы будем этот раствор усиливать для пущей эффективности. И добавим куркумы. Куркуму можно добавить абсолютно любой марки, какая у вас есть. Куркуму можно найти в магазине обычном. Это как приправа, специи. Я ее очень люблю. С кальмарами, с крылышками куриными, вообще с курицей. Куркума отлично подходит. Плюс с ней куркумой делают питательные, лечебные напитки. И они считаются очень полезными, потому что куркума содержит в себе такие вещества, которые отпугивают вредителей, они потом убегают. Но жизни у них становится меньше. В общем, и растение получает дополнительное питание, потому что в куркуме содержится очень много витаминов и макро-микроэлементов. И для того, чтобы растения все это хорошо всосали, впитали и росли, как не знаю кто, но главное, были зелеными, красивыми, благоухающими и цвели, мы добавляем гуматы. Гуматы можно добавить любые, какие у вас есть. Я думаю, наверняка вы уже имеете дома хороший забаз гуматов, потому что почва именно на гуматах делается плодородной, качественной, жизненной. То есть мы гуматами продляем жизнь нашему грунту. Добавляем пол чайной ложечки на 1 литр воды, куркумы, пол чайной ложечки тоже. Вот так вот. Все хорошо перемешиваем. Вот такой у нас концентрированный раствор получается. Это, кстати, хорошо отпугивает мух. Этот раствор, также первое удобрение, тоже хорошо отпугивало мух. Итак, как вносить данное удобрение? Вы можете поливать 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Смотрите уже по своим цветам. Если они совсем чахлые, то поливаем раз в неделю, но по чуть-чуть. Например, пару столовых ложек на чахлое растение, потому что чахлое растение нельзя заливать, если вы постоянно его будете лить, оно скорее всего быстрее. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.